Картины лучше, чем картошка. И даже в голодные времена культуру никто не отменял. Здравствуйте, с вами Мариана Мирная, вы смотрите Город Эс. В гостях у меня сегодня бессменный директор детской картины и галереи Нина Васильевна Иевлева. – Нина Васильевна, здравствуйте. – Здравствуйте. – С прошедшим вас юбилеем. 25 лет исполнилось нашей детской картиной и галереи. Совершенно чудесные воспоминания и мои детские, они и взрослым там интересны. Как так получается, что вроде картина и галерея детская, а интерес есть и у взрослых к ней, и у любого поколения? – Какой вопрос прелестный просто. Ведь какое дело. На выставке, которую мы назвали юбилейной, как раз и можно увидеть, что детское искусство, оно так же интересно, как и взрослые. Вот я вам отвечаю на этот вопрос исключительно тем, что мы в свое время выяснили, что мы сейчас показываем людям. Искусство вообще интересно, неважно какое оно, лишь бы оно было хорошее. Хорошее. Под хорошее я подразумеваю, конечно, очень многое, но это, наверное, у нас с вами в разговоре впереди. – Ну вот смотрите, 25 лет назад, немножко, да, окунемся в историю, 25 лет назад. Времена тяжелые были. Никто, да, даже не помышлял о том, чтобы какие-то новые там, какие-то средства выделять на культуру, какие-то новые открывать места культурные и так далее. Вот это же ваша сила воли получилась, ваша вот эта пробивная какая-то способность все-таки добиться того, что нужно было, и доказать всем, что и в тяжелые времена культура необходима. – Вы знаете, мне в свое время говорили, что для того, чтобы пробить что-то новое в Самаре и в России в том числе, нужно 10 лет. Но вот у меня, к сожалению, ушло 15 лет. Но за это время я нашла действительно очень интересных людей, которые могли оценить то, что делают дети. Дело в том, что к этому времени уже очень много людей из Эрмитажа, допустим, люди из Третьяковской галереи, вот Борис Борисович Петровский еще тогда, они уже поддерживали эту идею, потому что доказывать, что это хорошая идея, не нужно было. Люди, которые что-то понимают в искусстве, они, безусловно, для себя понимали, что это действительно речь идет о настоящем, это не поддельное какое-то, это не архидетское искусство, это настоящее детское изобразительное искусство. И они, поддерживая это, писали сюда, в Самару, в Исполком, Куйбышский город, Исполком и так далее, и так далее. Ну, то есть это не пробивная совершенно сила, это сила самого детского творчества, детского искусства заставила взрослых обратить на это внимание. Ну, вот вы как специалист и в области искусства, и в области, ну, во всей художественной, так скажем, области много с этим сталкиваетесь. Вот правда же, что ребенок не обманывает в своем вот этом творчестве? То есть ребенок, когда рисует, он правдив? Вы знаете, да, ребенок правдив. И я скажу даже больше. Вот когда я спрашиваю будущих родителей или родителей маленьких детей, как вы думаете, какие права имеет ваш ребенок? И выясняется, что они мне называют не права, а обязанности ребенка. А ведь у ребенка есть одно единственное право – высказаться, это его рисунок. В рисунке он может делать все, что он хочет, он свободен. И если его вовремя вот подхватить, вовремя, как говорит, сказать, что мне это интересно, то возникнет дополнительный интерес. Если вместо него попытаться взрослой рукой что-то сделать, значит, ребенок будет ждать, когда вы в следующий раз ему нарисуете. Здесь нужно очень тонко подходить к вопросу начала вот этого детского рисунка. Если мама понимает, что она делает, если она хочет, чтобы ребенок рисовал, значит, просто нужно обращать тихонько внимание и собирать то, что он делает. Ну вот на днях ко мне пришла мама и принесла три рисунка ребенка. Я спрашиваю, почему три? А она мне говорит, да вы знаете, переезжали и вот все это как бы не взяли с собой. Я спрашиваю, а губную помаду вы с собой взяли? Она говорит, ну конечно, что за вопрос? Конечно, она взяла. Вот видите, насколько ей было не симпатично, не интересно. Она вдруг вспомнила, что это интересно. Ну вот побывав в галерее, например, вот вам и все. Вот рисуют дети действительно все. Они начинают рисовать с двух с половиной лет. Они в три года уже могут делать такие шедевры, от которых мы просто разводим руками. Вот на этой выставке юбилейной вы же видели рисунки Оли Лариной. Это три с половиной года. Мелик Пашаев в своем журнале поместил Ольгу Ларину и, значит, поместил Пикассо. И это сходство явное. А он в то же время говорит, но Оля Ларина в три с половиной года не могла копировать Пикассо. Она просто испугалась, глядя на его рисунки. А сама она делает так. Обсудим мы это сейчас и покажем. У нас есть эти рисунки. Но сначала давайте посмотрим сюжет с того дня, когда проходил юбилей картины галереи. Отлично. Это сейчас старинный особняк купца Ивана Клотта привлекает самарцев к красивым фасадам и интересным наполнением. 25 лет назад памятник архитектуры 19 века федерального значения был почти разрушен. Сквозь дыры в потолке зияло небо, а улица заглядывала в окна через такие вот рассохшиеся рамы. Сейчас они бережно хранятся в фондах музея. Мне сказали, какая галерея картошки нет в городе. Вот с картошки, наверное, все и началось. Потому что после картошки, после произнесения именно фразы «картошки нет в городе» вдруг все пошло. В 90-е годы в здании был сделан ремонт, а спустя некоторое время соседняя усадьба Новокрещеновых тоже смогла разместить у себя творческие мастерски. С момента открытия галереи по сегодняшний день ее создатель Нина Ивлева – бессменный директор. Сегодня это культурный центр. Здесь хранится уникальная коллекция кукол. Более 22 тысяч детских рисунков. Кроме того, что оно расположено в одном из самых красивых зданий города, которое в прошлом году было подвергнуто коренной реконструкции, через это учреждение, конечно, проходит огромное количество детей. Это тысячи наших самарских школьников, которые творят, которые изобретают, которые учатся здесь любить наш город. На выставке, открывшейся в честь юбилея, только лучшая из обширной коллекции особняка Клотта. Работы присланы из 10 стран мира. Работники галереи рассказывают, детские рисунки отражают не только внутренний мир самого автора. Это целый культурный срез. Например, на рисунках китайских ребят отчетливо просматривается коллективное мышление. А вот эту монохромную работу сделал ребенок из Югославии, когда там шла война. Развиваться есть куда, говорят, в галерее. Представленные экспонаты могут даже звучать. Вот эти куклы скоро преподнесут посетителям музыкальный сюрприз. Можно будет услышать, как играют Людня и Лира. Ну вот тот самый рисунок, да, покажем его нашим зрителям, который вот с одной стороны Пабло Пикассо, а с другой стороны трех с половиной летняя Ольга Ларина. Вот, и хочется все-таки понять, вот это дети, которые способны на такое творчество, у них автоматически есть возможность развиваться в этой области? Или это не та история? То есть нужно, если увидел что-то, нужно развивать это дальше. Или художник, если он вот где-то заложен, что этот ребенок должен стать художником, он станет в любом случае? В ребенке заложено все. Заложено абсолютно. То есть каждый ребенок мог бы стать художником. Значит, нужна та среда, в которой он будет расти. И вот внутри этой среды можно уже понять, что он действительно будущее его в изобразительном или в дизайнерском, в архитектурном искусстве. Или же это, так сказать, временное детское рисование, которое должно во что-то перерасти. Но в любом случае польза от этого, безусловно, есть. Но я вам скажу так, все зависит от того, как вот ребенка мы видим. Если мы его видим чистым листом бумаги, в который надо вносить, вносить и вносить, это один вариант. Если мы видим, что в нем уже заложено что-то, вот нужно найти это что-то, вынести это наружу, показать ему, что это ценно и что он может в этой области, показать, это не значит все готовить к выставке. Это не значит, что учитель должен дорисовать, мама поправить. Это значит, что дать ему возможность сделать так, как он хочет. Довести его до того совершенства, которое он может довести. И ни в коем случае не отталкиваться от его незнания и так далее. Все он знает, там только нужно найти, поднять, закрепить, добавить. Добавить так, чтобы это не было добавлено грубо. Ну, вот представьте себе, у нас до сих пор в программе, допустим, образования школьного, на первых этапах рисуют лопату. Ну, извините, в первом классе начать рисовать лопату. Ну, при советской власти рисовали красный флажок. Сейчас рисуют лопату. С этого ли надо начинать? Если мы хотим с натуры это сделать, ну, у нас есть очень много приемов, когда интересные с натуры ребенок сделают. Даже пятилетние сделают интересно. Я могу, конечно, там целую серию рассказать это все. Это займет у вас массу времени. Но вот представьте себе, я хочу, чтобы ребенок первый раз с натуры нарисовал. Конечно, я могу что-то поставить и заставить его рисовать с натуры. Но я делала не так. Я приводила их в какое-то красивое помещение. Ну, вот у нас, допустим, зимний стад. И говорила, ребята, давала маленькие такие листочки, маленькие карандаши, говорила, вы вот сейчас выберете, что нарисовать, а я уйду. Когда я вернусь, у вас уже рисунок должен быть готов. И если я найду, что вы рисовали, вот тогда я, значит, ну вот подарю хотя бы открытку на память. Вот. И когда я приходила, я, конечно, находила, что они рисовали. Они так старательно это делали, чтобы я, конечно, узнала. Понимаете? Вот вам один подход, да? Другой подход. Это может совсем другой быть. Вот, допустим, в одиннадцатой школе я когда работала, я придумала такую вещь. Я сказала, дети, вы знаете, вот художники очень любят рисовать крынку. Она глиняная. На следующем уроке я говорю, вы знаете, дети, а когда художник рисует, он чувствует, как вот гончар это делал. И как руки, вот как руки остались. Прошло занятие пять. И дети вдруг говорят, Нина Васильевна, когда же мы этот горшок увидим и будем рисовать? Они созрели. И какая бы программа это все разрешила? Да никакая. Точно так же, как программа не разрешила бы мне читать, допустим, Дон Кихота с 1 октября по 26 мая. Я ведь не читала адаптированный текст. Я читала полный текст. А результат какой был? У нас перестали автобусы опаздывать в детскую картинную галерею. У нас зубные врачи перестали принимать по вторникам, когда занятия начинались. И дальше дети прибегали и говорили, а я это уже прочитал. Значит, дома появилась книга. А вы знаете, я выяснил у Дон Кихота, какие сапоги должны быть. Это значит, еще что-то появилось. Вы понимаете? А в результате шикарная работа. Вот вам, пожалуйста. То есть это подход педагога? Это подход педагога. Да, исключительно. Притом, понимаете, такой подход, как доброжелательный и развивающий детей. Если этого не будет, ну, конечно, это все будет сложнее идти, и учителю придется. Мы массу работ сейчас видим, в которых есть рука учителя. Массу. У нас это не принято. Я никогда не беру в руки ни карандаша, ничего. И педагоги наши, которым мы называем мастерами, они тоже ничего не делают. Они так же свободны, как я. И в то же время у них творческая мысль. И у самих работает. И как дать детям. И вообще все получается очень интересно. От нас дети-то выходят. Вы знаете, они могут, в общем-то, у нас нет договора ни с одним вузом. Они могут, ну, не совсем легко поступить. Но у нас пять, допустим, кандидатов на окна архитектуры, на кафедры архитектуры. Ну, от нас много кто интересный вышел. А сейчас вот вчера прислала из, значит, Сицилии бывшая ученица, прислала поздравления с юбилеем. И у нее, значит, на афише ее, она выставлялась у нее, там персональная выставка, на афише ее, значит, наверху Сицилия, а в центре наш терем. Ой, как здорово. Понимаете? Это говорит о том, что вот ее нет здесь уже лет 15. А она все еще там. Она все еще... Ну, могут звонки раздаваться из Америки, допустим, от Лены Арончик. Она спрашивает, Нина Васильевна, у меня вот трое детей сейчас, да? Но вы понимаете, какая история? Вот то, что вы задавали... Я помню, что я рисовала, но я не помню, что вы мне говорили. И пришлось объяснять, что я ей говорю, чтобы ее дети там нарисовали. Из поколения в поколение. Все верно. Нина Васильевна, еще хочется поднять вот такой вопрос, момент. Вот вроде детская картинная галерея, но в галерее очень часто можно встретить на выставках не только картину. И куклы есть, и какие-то резные работы выставляются, и есть вообще такие интерактивные какие-то выставки, где ребенок просто вот в какой-то другой мир попадает. Это принципиальное такое решение, что пусть она и называется картиной, но разнообразие будет гораздо шире и не узконаправленное по картинам. Ну, это же образовательный процесс. У нас регулярно работает наш маленький зал, называется словарь искусства. Там может быть любое слово, акварель, что такое картины. Мы взрослых художников показываем. А как же? Мы должны показать, какие у нас в Самаре художники, что у нас интересного. Мы... А куклы появились. Они появились-то лет, наверное, 30 тому назад. Я с детьми еще в доме учителя, когда работала, я ставила спектакль. Три мушкетера, в котором играло 90 действующих лиц. Ничего себе. Да, там вы прибыли, там русалки плавали, там чего-то не было в трех мушкетерах. А потом мы ставили кукольный спектакль, в котором, допустим, делали куклу величиной почти с ребенка, ну, из всяких материалов, и играли тоже спектакль. Это началось очень давно. Ну, а когда пришла Ольга Александровна Баканова, ну, сам Бог велел, в общем-то, зародить эту куклу особняка Клота. И, слава Богу, она у нас не побывала и в разных там городах, странах. Всем было интересно. Если вы сейчас посмотрите за 15-й год, где-то свыше 30 стран мира побывало у нас в галерее. Ну, это показатель того, что интересно. А потом, что такое костюмная кукла? Людовик XIV, Елизавета Английская. Как же, дети должны это знать? Конечно. Должны. Костюм русской знати до Петровской эпохи. А вот тебе барокко, Россия, и вот тебе, пожалуйста, Европа. Какая разница, почему Петр привез? Что он привез? А что было ранее? Да вы что, это целый образовательный программ. Мне вот близка, на самом деле, эта тема, чтобы не из книжек в большей степени, да, в юном возрасте черпать информацию, а наглядно то, что можно посмотреть. И еще есть у нас сюжет с одной из интерактивных как раз выставок в детской картинной галерее, очень интересный. Давайте посмотрим, вернемся к обсуждению. Отправляясь в путешествия по другим мирам, экскурсоводы советуют не забыть фонарик. И тогда можно увидеть затонувшую Атлантиду, настоящую жемчужину в раковине и волшебную черепаху. Итак, что вы видите? Рыбы. Рыбы. Это кто? Это кто? Черепаха. Подводный мир. Познать секреты механизмов, побродить по улочкам старинного города, где с закрытыми окнами и дверями оживают сказки. Организаторы рассказывают, выставка «Другие миры» провоцирует зрителей на отказ от стереотипов и развивает в нем творческое начало. Ну что такое для ребенка иной мир? Конечно, он может войти в компьютер и все эти миры посмотреть, но мы его ведем по совершенно особенному миру, по трогательному, по нежному. По миру, в котором можно даже где-то, несмотря на праздники и на все, пустить слезу. Возможно, кто-то заплачет от восторга при виде последнего ребенка автоваза. Это очарование технической мысли открывает экспозицию. «Лада Икс Рей» английского дизайнера Стива Маттина соседствует с детскими машинками. Интерактивные площадки в детской картинной галерее будут открыты для посетителей всех возрастов до конца февраля. Нина Васильевна, вот это редкий случай, когда ты приходишь в галерею или в музей, тебе выдают фонарик, выключают свет для ребенка. Это же как здорово для ребенка, когда он может попасть в такую необычную атмосферу, а вроде бы шли-то в музей. А вы представляете, вот он входит в зал наш каминный, так же тепло, он входит с фонариком и начинает освещать планеты, на которых маленький принц, вот тебе, значит, там звездочет, вот тебе. И вот гуляя по этой сказке, потом чуть-чуть им рассказывают об Экзюперии, о том, как он это сделал. Мы ему рассказали о Экзюперии, рассказали. Мы ему дали возможность в этом немножко пожить, дали. Но вот это вот самое образование, оно же ведь по-разному может быть. В данном случае около меня очень много молодых людей. Я вообще сторонница, чтобы все эти традиции и сохранялись, и в то же время они, как говорится, переполняли тех, кто работает рядом, да. И вот сейчас на выставке девушки просто настояли, сотрудники, на том, чтобы был вот физический там маленький вот этот вот опыт, фокус, когда, понимаете, свет меняет цвет, значит, изображения и так далее, и так далее. Конечно, это дальше от изобразительного искусства, потому что там-то цветами-то все как раз не совсем так, как в этом подвале нашем сегодня. Но интерес, который проявляют дети, он, безусловно, он правильный, он нормальный, понимаете. И это не значит, что они к физике или к изобразительному искусству проявят интерес. Они вообще начинают жить какой-то немножко другой жизни у нас. И это замечают все, это и взрослые дети замечают. Детям просто интересно, а взрослые говорят, ну, не ожидал. А чего не ожидал? А не ожидал, что будет так насыщенно, что будет так интересно везде, во всех комнатах. Но ведь у нас музей, который обязан, собственно, и памятнику архитектуры в том числе. Поэтому у нас есть комната, допустим, быт культуры начала 20 века. И мы говорим, а вы знаете, есть ведь еще другие музеи. Вот есть музей, допустим, наш краеведческий в нем. Еще больше всего этого. И туда нужно сходить. Есть музей изобразительного искусства. Наш дом – это архитектурный памятник. Это тоже очень серьезно. Вы понимаете? И все это собирая вместе, давая направленность какую-то для развития. Вот я вам приведу пример. Значит, была выставка, которая называлась «Что рисуют мальчишки». Я была на этой выставке. Ковровом развитии, значит, развеска ковровая. И среди вот этого вот масса мальчишечных работ с номерками, да, работа одной девочки, от которой не определишь, мальчик она или девочка. Женя, совпало все. Не определишь абсолютно. Так дотошлые мальчишки определяли все-таки, где это черняк Женя. И, значит, находили, сильно радовались. А девочки в это время жюри делали. Понимаете? Все это, в общем-то, они уходили все счастливые и довольные. Мина Васильевна, остается буквально у нас две минуточки до конца эфира. Хочется вот что. Может быть, 25 лет – это не такой большой срок, чтобы подводить какие-то глобальные итоги и делать выводы. Но тем не менее, планов, наверное, еще много на развитие галереи. Вы же видите, как она должна развиваться? Какой-то перспективный план у вас есть? Что должно происходить? Может быть, какие-то новшества? Вы знаете, в последнее время у нас планов вообще громадье. – Это и музей деревянного зодчества имени Ваган Гайковича-Каркаряна. – Ой, прекрасно. – Это и мечта, которая может быть осуществиться. То есть мы хотим сделать музей-квартиру Эльдара Рязанова. Эти мысли уже… А это находится в том квартале, где мы находимся. – Да, это прямо напротив практически. – Это напротив, да. И если город пойдет навстречу, не 15 лет вот это будет пробиваться, то вот вдова Эльдара Рязанова Добрусина уже обещала вещи дать. Понимаете? А ведь если это будет под нашим крылышком, а мы крылышко расправим, это точно, то там немного нужно-то всего. Понимаете? И люди будут знать, что вот он здесь родился, он здесь жил. Немножко жил. А потом в 41-42-м годах у сестры жил. И завещал вот этой самой Эмме, чтобы она все отдала, вот все, что касается Самары и так далее. Он очень любил, трогательно любил Самару, чтобы она передала. Вот вам видите, сколько всяких, господи. Греческий зал. Это тоже вот обещают, да, для кукол постоянное место. – Греческий зал прямо на территории, да? – Прямо на территории. То есть нам передают сейчас двухэтажный дом, который за нами стоит, и там верхний этаж будет греческий зал. Интерактивные выставки будут на втором этаже. – Спасибо. Кончается наше время. Спасибо огромное, что пришли. Всем рекомендуем сходить на выставку, посвященную 25-летию Детской картинной галереи. Со зрителями прощаюсь. До следующей пятницы. Всего хорошего. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok